Утро в магазинах фейерверков началось с неожиданного визита людей в форме. Микрорайон Усольский, киоск напротив торгового центра. Сотрудники полиции, МЧС и Управления гражданской защиты тщательно изучают сертификаты и лицензии. Здесь вопросов не возникает. Пожарная сигнализация исправна. После начинается экзамен для продавца. Мы объясняем, как при использовании надо его использовать. В случае несрабатывания салюта мы объясняем, что минут 20-30 нельзя подходить к данному салюту. Если он не срабатывал, его приносят обратно к нам? Нет. Ждете 20 минут, потом подходите, аккуратно берете изделие, опускаете ведро с водой на сутки, не меньше. Повторно использовать его нельзя. А дальше идут одни лишь «но». Отсутствует вывеска с указанием информации об индивидуальном предпринимателе и многое другое. Срок перезарядки огнетушителей истек 10 декабря текущего года. Далее свободный доступ к пиротехническим изделиям, что категорически запрещено. Электронагревательный прибор расположен вблизи к пиротехническим изделиям. Далее, значит, сотрудник не обучен мерам пожарной безопасности, инструктаж не первичный, не вводный, не проведен. То есть в случае возникновения пожара неизвестно, как он себя поведет. Едем дальше. Следующая точка – магазин в Старом Уссоле. Здесь такая же проверка. Казалось бы, все в полном порядке, но ревизора находит нарушение. А именно, нет табличек, указывающих, где установлены огнетушители. А вход захламлен товаром. Едем на левый берег. Дальше все аналогично. Попадаются лишь мелкие нарушения. Но встречается еще одна точка в киоске «Оранжмола». Свободный доступ к пиротехнике. Тонкая цепочка никого не остановит. Плюс огнетушитель неисправен. К слову, в прошлом году нарушения были такие же. Помимо этого, девушка-продавец не проконсультирована. Что говорить покупателям и как себя вести в случае ЧП. Ну, скоро самый любимый, самый добрый семейный праздник – Новый год. Для того, чтобы он прошел без чрезвычайных происшествий, мы устраиваем вот такие между ведомственные рейды. Каждый год проходим все официальные точки продажи пиротехнических изделий. Смотрим, чтобы все продажи были без нарушений. На следующей неделе рейд повторится вновь. Если нарушения не устранят, надзорные органы будут принимать решения о закрытии торговых точек нарушителей. А покупателям стоит проверять наличие сертификатов и соблюдать элементарные правила безопасности. И только тогда залпы салюта принесут восторг и ощущение праздника. Сергей Коленик, Степан Никрасов. Новости Верхнекамья.